Это мое купе, спальное купе проводников. То есть здесь все как у обычных пассажиров. У меня тоже есть своя полка, на которой я сплю. Здесь всегда раскладывается и получается батрас, если опустить. Одеяло, подушка, зеркало на двери. Все как у людей. У проводницы Василии Сунгатулины это уже 16-й рейс. Сегодня девушка уезжает на поезде сообщением «Перемадлер». Трое с половиной суток туда и столько же обратно. Рабочий график стандартный. Три проводника на два вагона. Это значит 12 часов труда и 6 отдыха. Я с собой где-то 6 рубашек обычно беру. То есть все глажно. Я сюда сразу прихожу, уешаю их на плечики, чтобы не поменялось ничего. И все, и готова ехать. На смену девушка заступила накануне отправления состава. Поезд еще с вечера начали готовить к рейсу. Генеральная уборка купе, туалетов, проверка электрооборудования. С утра перед посадкой еще раз тщательный осмотр помещений. Это рабочее купе проводника. То есть вот здесь вот мы проводим все свое основное время на смене. То есть щит, всякие кнопочки, рычажки, где мы включаем свет, кипятильник. В общем, все, кондиционер. Здесь посуда лежит на полочках. Василия работает на железной дороге уже третий лет. И еще на втором курсе студентка ПГУ записалась в судоотряд. Прошла двухмесячное обучение, успешно сдала экзамены и надела форму проводника. Я вот сейчас вам даже не смогу сказать, чем именно, да, говорят, там, романтика еще что-то. Просто почему-то тянет и хочет снова и снова. И вот сейчас последний год уже езжу, потому что закончила учиться, уже нужно работать. Но решила, что этот год я все-таки отъезжу. И в сентябре уже вот начну искать нормальную работу. Пермские студенты-проводники в основном работают на поездах южного направления. Перм-Адлер, Перм-Новороссийск. Дорога туда и обратно длится неделю. Потом недели выходных. В первые дни отдыха проводник долго не может привыкнуть к тому, что он дома, а не в поезде. Единственное, вот, не только у меня вообще, у многих. То есть ты приезжаешь из рейса домой, ложишься спать и в панике такой просыпаешься, что «Сызрань же, а я туалеты не закрыла» или еще что-нибудь. И вот, знаете, в туалетах же идут там же педальки как бы. То есть ты домой приходишь, заходишь в туалет и вот ищешь вот эту вот педальку, где же она. Раз, два, три. Юлия Осинкина проводник в вагоне повышенной комфортности. Перед рейсом ее задача не просто провести генеральную уборку, но и заправить постельным бельем верхние полки в купе, разнести чайную и печатную продукцию, разложить индивидуальные наборы пассажиров. Сюда входят тапочки, зубная щетка, паста, салфетки и салфетки. У Юлии это первое трудовое лето. Позади пять рейсов на юг. Первую поездку помнит, как сейчас. При проверке билетов тряслись руки от волнения. Я очень люблю путешествовать на поездах, на море езжу. И просто поняла этим летом, что я буду делать. Я просто пошла на вокзал, узнала про профессию проводника, мне рассказали, что существуют отряды студенческие. И меня записали в первый отряд «Мираж». Я познакомилась с ребятами, очень все хорошие. Два раза в день влажная уборка вагона, четыре раза туалетов, а еще проверка на станциях системы контроля нагрева боксов. Это оборудование под вагоном, плюс посадка пассажиров, проверка документов, ведение бухгалтерии, отчет закопленную продукцию. Это минимум того, что должен знать, уметь и выполнять проводник. Поэтому не зря эту профессию называют универсальной. За месяц студент-проводник зарабатывает в среднем 12 тысяч рублей.